всем привет с вами подкаст зоологического музея мгу и сегодня мы поговорим об орнитологии это наука которая занимается птицами и сегодня с нами в нашем подкасте диана и паша они орнитологи и они расскажут нам вообще каково это работать музее ребята расскажите как вы вообще сюда пришли как вы попали в зоологический музей мгу ну у меня был достаточно долгий и сложный путь обходными маршрутами изначально на все первое образование гуманитарное но отучившись без особых проблем на гуманитарном факультете и поработав по немножко по специальности немножко по смежным я понял что это просто абсолютно не мое ушел в самообразование биологическое и через знакомых сотрудников мгу которые в то время работали и вели курсы на биофаке в общем через них я сюда пришел как зритель небольшого семинара к нам приехали сотрудники зоологического музея которые ездили в экспедицию в африку и оказалось что некоторые из сотрудников которые работают за музей я с ним уже более менее хорошо знаком а по интернету и в то время как раз искала работу и так счастливым случаем получилось что мне сначала пришел сюда уже потом через несколько лет получил биологическое образование интересно то есть музей настолько тебя завлек ну на самом деле я всегда самому самого раннего детства был именно на биологию нацелен но без какой-то специализации допустим на птицах мне были интересные динозавры как и многим маленьким мальчикам и насекомые и птицы в том числе но в итоге птица как тут оказалось наиболее подходящий модельным объектом для того вот именно для развития тех вещей которые мне интересно вот ну и были отдельно еще достаточно интересные моменты в частности того что когда я поступил в первый класс пошел в первый класс мне подарили книжку которая содержала практически готовую классификацию всех птиц мира и это очень хорошо отложилось в голове с самого раннего детства это как я сейчас понимаю оказало большое значение здорово диана ты расскажи свою историю как как у тебя это получилось я хочу дополнить историю паши он скромничает потому что долгое время вел группу по мира и вымирающие животные вконтакте да собственно через это сообщество я познакомился с сотрудниками мгу и сотрудниками зова музея вот для меня тоже было большой радостью что специалисты которые достаточно давно в этой теме варится которые на эту на эти специальности биологически учились они очень хорошо оценили это сообщество и постоянно там присутствовали и были активно и поэтому вот пришлось со временем развиртуализоваться а группа еще жива кстати ты ее ведешь продолжаешь вести ну как она в таком полуспящем режиме на самом деле сейчас находится там порядка 18 тысяч человек уже набралось за вот время существования но сейчас к сожалению практически всю все время которое у меня есть занимается работа в музее поэтому на что-то другое просто не хватает на репосты да какие-то изредка оригинальные тексты да но в основном я здесь давай диана бери слово думаю что я расскажу о себе расскажу мало вообще большую часть своей жизни и в детстве я хотела быть историком как-то в какой-то момент просто у меня что-то немножко переклинило я решила что заниматься биологии и в частности морфологической изменчивостью и чем связано с эволюцией это то что мне нужно а что такое морфологическая изменчивость это то как особи отличаются внешне мы все например если взять человека есть женщины есть мужчины есть дети дети мальчики дети девочки все они по-разному выглядят есть особенные черты например у разных популяций которые по-разному выглядят то же самое есть и у птиц есть индивидуальная изменчивость есть половая возрастная и я занимаюсь конкретно морфологической изменчивость изменчивостью внешнего вида и строение исходя из строения а понятно ну то есть если совсем простым языком цвет перышек вот длина крыла длина хвоста общие размеры тела длина лапки и длину лапки цвет глаз цвет ротовой полости еще к этому исключают голос но как дополнительный критерий но основном морфология ну а как ты все-таки пришла в музей с чего как это произошло в какой-то момент когда я уже решила что биология это то что мне нужно я поступил на биологический факультет и какой-то момент моя работа который я там занималась она была связана с зоомузеем и мне нужно было приехать обработать здесь материал я приехала приезжала несколько раз и тут оценили ты знаешь что это за птица поет крикливая очень битым так не определяешься в антропогене существует это точно да и объясните нам эту шутку пожалуйста нам смысле мне и вам которые не так хорошо разбираются антропоген это все то что создано человеком антропоген на лично западе на среда обитания то есть это город это разные городские коммуникации в частности автотрассы на которых такой может проехать прости пожалуйста продолжай так я здесь работала и как-то так вышло что оценили мой такой кропотливый подход ко всему и предложили мне работу вне музея сначала проверять координаты и еще большие разные штуки а потом так вышло что я отучилась и пришла сюда работать потому что мне этого хотелось понравилось я поняла что музейная деятельность это то что мне нужно как видите у нас резко появилась кофе в кадре просто потому что нам наконец-то привезли мы вообще хотели чтобы она была самого начала ничего страшного давайте продолжим скажите а чем вообще занимается арди отдел орнитологии вот если я работаю орнитологом что я делаю как я изучаю птиц но вообще орнитологи они занимают но работают не только в музеях и занимаются достаточно широким спектром различных вариантов деятельности у нас конкретно в музее мы занимаемся сохранением поддержанием наполнением коллекции орнитологической коллекции которая у нас нашему музей сформировалась более чем за 200 лет наша коллекция она начинает свое существование в том виде в котором она сейчас есть примерно после пожара московского 1812 года вот и с тех пор у нас в коллекции набралось порядка 135 тысяч птиц в виде в основном тушек и части чучела вот у нас на экспозиции можно видеть немножко немножко меньше чем 1000 экземпляров а вот можете представить сколько вообще у нас таких экземпляров находится именно в фондах и естественно для их поддержания этой коллекции чтобы ее не съели жучки паразиты кожееда и моль тоже может впредить чтобы их не привеждала как-нибудь сырость влага пыль в общем все элементы среды которые могут быть вредны для биологических коллекций вот мы с этим боремся параллельно соответственно коллекции пополняются соответственно параллельно мы ведем электронную базу этой коллекции в которой постоянно тоже какие-то блохи вылавливаются в общем это основная наша работа как таких наших научных сотрудников более старшие они у нас занимаются собственно систематикой фаунистикой и прочими так непонятные слова пошли что такое фаунистика фаунистика это собственно о распространении птиц по разным регионам в нашем случае страны и бывшего советского союза но вообще в принципе по миру а систематика это наука собственно которая изучает то как птицы относятся друг к другу какие из ближе к друг другу какие дальше какие из них можно объединить в один вид в один род в один отряд и так далее ну это так максимально общих чертах помимо того что сказал паша у нас еще есть такие дополнительные обязанности мы например проводим экскурсии для бирдвотчеров бирдвотчеры такие люди которые наблюдают как хобби птицы в живой природе мы проводим им экскурсии вот паша вот дай-ка я кстати чуть поподробнее расскажу вообще фишка бирдвотчеров они как коллекционеры но они коллекционируют не какие-то предметы они коллекционируют сам факт того что они увидели какой-то вид птиц определенный впечатление да да впечатление и они могут покрывать какие-то огромные расстояния куда-то путешествовать и забираться в какие-то дебри ради того чтобы увидеть какую-то птицу у которой грубо говоря крыло там чуть-чуть другого цвета и это какой-нибудь другой подвид до воли их можем направить таким образом написали еще один какой-то вид птицы так все все в якутии и вот насколько я знаю есть 14 тысяч видов птиц около того да поменьше да порядка 11 и вот есть какой-то бирдвотчер один который увидел 10 до тысяч видов птиц и вот он и абсолютный чемпион получается есть трейн споттинг есть шип споттинг есть там airplane watching я не знаю как это так называется когда люди просто переписывают номера самолетов которые пролетают и поезда например какой-нибудь редкий поезд ну для кого-то это дико для кого-то это действительно прикольное увлечение особенно если учитывать что когда ты смотришь на птицкой на природе с биноклем и это уже не простой поход а какой-то может быть немножко даже оздоровитель оздоровительный и уже и наверняка эти люди как-то вам помогают конечно да они здорово помогают тем что ну во первых они отмечают некоторые виды там где они возможно раньше не фиксировались во вторых мы всегда с радостью принимаем каких-то птичек которые погибли естественно среде эти люди тоже могут нам их приносить мы их обработаем и сделаем частью нашей это огромная коллекция вот и но в третьих вот это вот именно коллекционированные впечатления здесь наверное можно только порадоваться за людей которые во первых тоже как мы от счастья занимается примерно тем же то есть это птицы это дикая природа во первых они коллекционируют это так что это не наносит вред среде а сейчас когда численность многих видов птиц достаточно сильно сократилась многие виды оказались под угрозой вымирания естественно гораздо более этические и вообще рационально принимаемая форма коллекционирования это вот как раз такая форма нематериальная да не материальная без и инвазивная без вот этого вмешательства в дела природы вот раньше собирались как бы такие коллекции которые у нас музеях а только ну частным в частных собраниях просто люди у себя также собирали чучела достаточно это часто часто такая история была потом эти частные коллекции в лучшем случае попадали в музее но чаще всего они просто погибали чучело стоит покрывается пылью потом его съедает моль она разваливается его выкидывает все как бы с этим ничего не сделаешь если это не занимаешься специальным поддержанием это коллекция если она для тебя важно ну а как обычный коллекционер умирает родственникам это не интересно это все идет в лучшем случае на аукцион какой-нибудь если вы у своего дедушки когда он умер нашли огромное количество чучел приносить его к нам музей нам это надо если вам не на нам это надо да мы сможем о них позаботиться по крайней мере и фамилия вашего дедушки в веках останется и вот те экспонаты которыми он дрожил диана прости мы тебя прервали продолжай помимо того что дурочка наблюдать птиц в природе они еще делают очень хорошую вещь они обеспечивают массовость наблюдений потому что орнитологов не так много и не так много вообще людей которые могут наблюдать птиц отличать их а часто берд бочери отличают птиц и виды птиц и подвиды на и возраст могут определить могут придать пол птица на том же уровне что и специалисты поэтому они могут сделать очень качественное наблюдение описать его и таким образом внести вклад в биологическую науку просто тем что они что-то увидели им это понравилось они увидели им было увлекательно а нам это еще положительный научный выход в плане данных вы очень долго и довольно сложно описали вот процесс изучения птиц но можете рассказать как проходит просто вот какой-то типичный день орнитолога вот вы пришли музей и что дальше здесь происходит это очень интересно и мне кажется это будет интересно слушателям потому что ну когда ты приходишь в музей ты видишь уже готовый продукт и ты видишь прям вот вершину айсберга то есть ты видишь то что выставлено то что уже поставили очистили расположили подписали и экскурсовод можете какую-то общую информацию сказать что происходит вот там мы наверное можем по очереди рассказать свой типичный день у меня он обычно так начинается приходишь в музей в 10 утра открываешь почту как правило смотришь какие-то может быть мейлы новые от коллег отвечаешь если они есть если нет всегда есть какой-то фронт работ по музею в частности вот я занимаюсь в основном поддержанием нашей базы данных то есть вот есть какое-то количество строк которые необходимо проверить с поднятием самих экземпляров которые у нас коллекциях хранятся в общем беру этих птичек приношу компьютеру и выбираю нужное смотрю сверяю в нашу в базу данных необходимые правки параллельно во время рабочего дня периодически кто-то к нам приходится из сотрудников музея или не только либо через третьих передает там каких-то птиц погибших тем или иным путем как правило нас в отделе удается мне я это записываю сырьевую книжку и отправляю в морозильнике где птицы ждут когда на них доберутся наши тексидермиста вот потом таким образом день проходит проходит иногда действительно бывают какие-то экскурсии которые нужно рассказать прочитать людям либо в экспозиции либо провести их фонда изредка это тоже случается открываем наши фонда для широкой публики либо это какие-то знакомые музеи либо этот по некоторым праздником типа ночь музеев такую практику тоже имеем ну ближе к вечеру все собираемся домой то есть принципе все занимаются всем очень много чего происходит много чего да вот я рассказал только основу то что наверное бывает чаще всего на самом деле может быть все что угодно могут прислать фотографии на которых могут оказаться птицы которые кто-то не может определить мы это помогаем могут начаться какие-то общемузейские работы то есть либо генеральная уборка либо поступление каких-то новых технических материалов тот лампа пришли естественно часть сотрудников но это уже это уже на это уже детали диан думаю что у нас день он очень разнообразные вообще тяжело описать в принципе потому что редко бывает так что один день полностью похож на другой всегда есть какая-нибудь дополнительная задача вот например если из последних дней ты приходишь а я прихожу очень по-разному потому что я могу прийти на работу поздно 12 часов дня а может и позже зато мы все уходим очень поздно вечером это какая-то информация для руководства даже если мы приходим поздно мы мы отрабатываем честное слово и более того мы приходим по выходным у нас действительно понедельник начинается в субботу да да вообще в принципе это место похоже на какое-то волшебное ничего да 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 не или на хогвартс вот что-то такое таинственное те тот интерьер который здесь сохранился и вообще в принципе атмосфера очень такая интересная здесь действительно хочется остаться на подольше ты круто хорошо расскажи о каких-нибудь исследованиях которые которыми ты занималась последнее время вот про какой-то конкретно ну например я могу рассказать в общественной своей основной деятельность я занимаюсь морфологической изменчивостью и популяционной структурой страшные слова полиционная структура это то как большинство представителей вида распределены на протяжении всего ареала то есть они живут не единичные живут популяции именно у птиц здесь живет группировка рядом живет группировка может быть группа популяции или отдельные популяции вот и бывает так что если есть как географическая преграда или экологические факторы формируются особенности у какой-то из таких групп конкретно я занимаюсь морфологическими особенности вот врановых птиц врановые птицы это такие вот птицы про которых все знают они очень умные как известно все знают наверное серую ворону который живет в городе грача ворона я занимаюсь в последнее время такой птицы которая называется кедровка она коричневенькая есть белые пятнышки много белых пятнышек и длинный клюв на нашей территории вот в европейской части она ест орехи это врановые врановые это тоже врановые а сороки это врановые сороки вороны 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 сойки все это уже запредел галки это тоже вороны врановые врановые да и кедровка это копичка значит которая у нас тут есть орехи лещины и называют ореховка а в сибири на название меня заморачивайся кедровка ореховка мне больше нравится трясогуска да потрясающе трясет своей гуской пошли так вот до кедровка я занимаюсь морфологической изменчивостью то есть я смотрю особи которые живут здесь на алтае в различных экологических по-разному в разных экологических районах дальнего востока на камчатке например на курилах где у нее немножко разное питание в приморском крае мы смотрим по возможности если есть материал из других регионов например из китая и все это складывается в такой большой комплекс и мы видим вот здесь вот птица выглядит так здесь выглядит так и создает а именно именно вот как она выглядит где-то там это тоже ты смотришь то есть ты туда ездишь посмотреть на не до в экспедиции да он расскажет подробнее вот именно про экспедиции как это происходит как вы вообще понимаете что вот надо поехать именно туда чтобы кого-то там увидеть как можно в лесу в огромном до найти какой-то конкретный вид птиц это вообще часто увенчиваются успехом помогает музейной коллекции смотри как это происходит у тебя есть какая-то тема ты занимаешься научная тема и ты смотришь какой тебе есть материал ну вот ну вот допустим ореховки до ореховки вот возьмем ореховку вот я смотрю у меня есть материал вот отсюда вот оттуда вот оттуда а а вот тут она я знаю что она тут тоже живет а материала у меня оттуда нет а там какие-нибудь горы где кедровый сланник растет только на вершинах и я предполагаю что там может быть что-то другое а может я даже этого не предполагаю просто мне нужно узнать что там живет конкретно я смотрю так вот у меня либо нет оттуда вообще материала либо нет какого-то например летнего материала или зимнего потому что птицы зимой и летом выглядят по-разному на них же есть разные наряды а плюс еще перей не обнашивается птица живет ну представьте перо она очень такое не из но не очень сильно износоустойчиво но это перо она маленькая она обнашивается от этого меняется окраска так вот ты смотришь в какой-то части у тебя не хватает материалов из какой-то географической точки или региона материал может быть не быть вообще тебе придется есть ехать просто самые разные места вот например ты смотришь у тебя нет с камчатки кедровок и закону придется ехать на камчатку едешь на камчатку ты знаешь в какой сезон птица активно ты знаешь как она выглядит знаешь ее голос знаешь уже есть какой-то информации ну научный который уже до этого было для конечно но ведь когда ты начинаешь исследование ты не начинаешь его ни с того ни с сего просто есть так орлы никто про них никогда ничего не говорил буду описывать их есть у тебя какая-то задача откуда у тебя появляется эта задача ты изучаешь литературу и смотришь о какая-то тут вот там пробел какой-то вообще есть может быть стоит его закрыть ты начинаешь накапливать еще литературу смотришь свидетельства людей которые этим занимались смотришь их работы если есть возможность кем-то поговорить говоришь плюс из общения с научным коллективом также складывается какое-то общее мнение того изученности проблемы так вот ты понял где есть какое-то белое пятно так ты понял да уже начинаешь копать в эту сторону и после этого ты понимаешь есть у тебя материал нет материала если материал нет не дешево собирать собственно за этим и есть экспедиции чтобы собирать материал материал может быть самое разное может быть запись голосов да может быть наблюдение за гнездовой деятельностью например люди которые занимаются гнездовой деятельностью они еще могут изучать яйца кладки можно изучать поведение просто этологию можно изучать брачное поведение вот еще есть такая вещь как сбор научных коллекций то есть когда целенаправленно добывают какие-то виды это только ученых бы такие разрешения то есть их выдает на министерство природных ресурсов насколько я помню когда ты знаешь что тебе нужно например добыть несколько особей вот рассчитывается ущерб для группы и тебе разрешают добыть только какое-то определенное количество не больше не меньше чтобы ущерба популяции местные не было например если тебе нужна генетика нужны пробы материала то ты можешь взять либо растущая перо у птичика но если ты не можно если не тот сезон они тебе нужны ты можешь взять например там кусочек кожи можешь взять кровь не обязательно убивать птицу для для некоторых исследований это нужно например изучаешь печень вот изучаешь внутреннего органы или болезни внутренние изучаешь внутренних паразитов птиц ты по-другому не сможешь сделать ну а нет такого что из-за того что ты например изучишь печень то ты потом ты как бы убьешь несколько птиц или там одну-две но потом ты им как-то поможешь при этом этим своим исследованием и что это будет в результате полезно ты никогда не знаешь как твое исследование обернется бывают исследования которые целенаправленно делаются для того чтобы как-то чтобы как-то помочь например есть исследование которые связаны просто с болезнями птиц например если ты знаешь как развивается болезнь ты знаешь как и выразить им болеет птица то потом ветеринарий ты сможешь применять эти знания чтобы выводить вот кстати мы сейчас плавно подходим к теме того как как это чем орнитология полезна для общества и для самой природы для ее сохранности потому что вот ну когда мы говорим об экологии это же такое очень общее слово и говорят вот углекислый газ это плохо а как это плохо на что это влияет ну наверняка как раз зоологи тоже это изучают и может быть они как-то помогают уменьшать этот ущерб ну здесь я могу рассказать о своих пока что теоретических исследованиях здесь в моем случае речь идет о подсчете видов птиц которые вымерли на нашей планете за время расселения по ней человека то есть это последние 50 60 тысяч лет его это очень масштабно если это масштабная естественно но в первую очередь было заключено в огромном лет обзоре сначала нужно естественно подняться на эти плечи гигантов которые уже за последние несколько веков что-то сделали что-то написали собрать это все воедино и в итоге понять вообще каковы масштабы вот этого антропогенного вымирания и птицы здесь являются отличным модельным объектом потому что их разнообразие изучено гораздо лучше чем допустим у млекопитающих у рептилий амфибий а у рыб и тем более о каких-нибудь беспозвоночных вроде насекомых мы более менее четко знаем какое количество птиц по видам существует на нашей планете и мы можем подсчитав виды птиц которые во первых являются но описанными во вторых мы считаем их вымершими в третьих а по всем систематическим тонкостям они считаются валидными то есть хорошими подходящими что это были действительно отдельные виды мы можем оценить собственно процентное соотношение того какой процент видов птиц за вот это время обозначенное мной исчез по моим подсчетам получается что как минимум 533 вида и то что соответствует порядка 7 процентам от всего мирового разнообразия птиц исчезло вот за этот обозначенный промежуток времени но как можно сказать что 7 процентов это не очень много тем более промежуток такой достаточно большой но если эти вымирания положить на временную шкалу сразу становится видно что темпы этого вымирания возрастают и при этом мы еще не знаем огромного количества видов которые когда-то существовали но исчезли и от них остались и возможно не осталось даже костей то есть это время от этого известного ледникового периода последнего того времени после которого вымерли мамонты и прочие гигантские представители так называемые мегафауны вот именно из того времени мы знаем очень маленькое количество птиц это именно по таким точкам которые сейчас можно можно называть лагерштеттами это такие места в которых очень хорошо сохраняются каменелости то есть допустим у нас на территории бывшего союза есть бенагадинское местонахождение в азербайджане в сша есть лабре в калифорнии а в перу есть талара и вот несколько таких точек из которых описано по 5 по 10 по 20 видов а вот там мы точно знаем что какие-то действительно птицы существовали которых сейчас уже на планете не осталось и именно вот по этим точкам мы как-то начинаем понимать что жила на планете тогда когда на нее шагнули люди современного виду то есть вот наши непосредственные предки и вот именно это этот факт факции узнание того что какой планета была в момент расселения человека мне кажется это одна из самых интересных вещей которую стоит как-то во-первых изучать во вторых рассказывать об этом как-то продвигать максимально широким слоям мы все люди любим историю считаем что это короли это воина это героя на самом деле эти все короли героя и прочие исторические личности просто но один из элементов это все глобальные истории и когда человечество достигнувшие сейчас порядка семи миллиардов человек идет победным маршем по планете ну хоть кто-то должен смотреть под ноги я хочу поздавать немного глупых вопросов какие-то свои личные какие-то которые нам задают социальных сетях иногда птеродактиль это птица нет это отдельная группа рептилий или присмыкающихся это отдельная эволюционная ветвь рептилий которые обособились еще порядка больше более 200 миллионов лет назад в три ася птицы появились гораздо позже из совершенно другой группы рептилий которые кстати по нынешним представлениям были динозаврами то есть птицы которые живут сейчас вокруг нас и которых мы изучаем это такие дожившие до наших дней динозавры в прямом смысле этого слова ухты то есть в принципе птеродактиль это все-таки про образ птицы или параллельная нет это как бы параллельная ветвь эволюции рептилий которые не были птицы у них не было перьев у них были совершенно другие клювы у многих кстати такие вполне себе зубастые многие из птеродактилей но птерозавров были покрыты шерстью аналогом шерсти то есть это была совершенно какая-то другая группа живых организмов и если бы они сейчас дожили до наших дней очень вероятно что мы бы их выделили вот в отдельный класс есть звери есть рептилии есть птицы и возможно сейчас были бы такие вот как отдельный класс птерозавров двоюродные дяди до диан расскажи если я нашел птенца живого живого который валяется в земле что мне с ним делать не трогать не трогать не трогать вообще люди часто думают что птенчик маленький ему плохо и он умирает на самом деле когда птенцы начинают вылетать есть такая вероятность они падают либо они еще не очень летные и начинают бегать вокруг но это не проблема родители всегда за ним следят если на птенце нет внешних каких-то признаков травмы нет разбитого глаза или нет крови если он хорошо ходит если он хорошо бегает лучше его не трогать вот а если он действительно подает какие-то признаки травмы то можно его взять найти в интернете списка он открытый он есть во всех по моему группу просто стоит забить помощь искалеченным птицам или еще что-нибудь такое и будут центры где вы можете его вылечить начать все вылечить за свои деньги у нас в инстаграме сидят сотрудники которые в принципе постоянно на связи если вы нас добавите в инстаграме вы можете нам в директ просто прислать фотографию птенца и чтобы вам было спокойнее мы скажем что с ним надо делать то есть если это птенец который должен бегать мы вам напишем или если это птенец которого надо посадить на дерево или запихнуть вкус мы тоже об этом напишем вот так что вы можете прямо использовать такой лайфхак вы можете писать нам в этом самом директе и ваш или диана вам ответят точнее я я скорее все это прочитаю и сразу не перешлю мы практически никогда не спим поэтому все время в музее поэтому мы очень быстро отвечаем это правда при таком объемном труде при такой объемной работе вы как как вы спасаетесь от выгорания тут как уже диана правильно сказала очень разнообразная информационная среда вокруг поэтому ты приходишь на работу во первых с одной стороны ты знаешь чем заняться у тебя всегда есть какая-то работа к результат который тебе тоже понятен ясен и как правило он желаем для тебя во первых во вторых и здесь постоянно приходят люди которые близки к нам по интересам и с которыми часто интересно поговорить приходят сотрудники других отделов навсегда тоже как-то интересно как развивается на что-то в музее параллельно здесь естественно это опять же информационная среда в которой какие-то обсуждают новости которые в мире птиц тоже частенько возникают в результате каких-то открытий нас или других сотрудников и так далее ну в общем да ну и наверное стоит сказать о том что здесь но сюда приходит на самом деле работать достаточно разные люди остаются в любом случае именно те которым интересно этим этим заниматься вот как есть старый прикол о том вот популяризатор науки спрашивают типа а вот зачем вы это делаете он рассказывает ну конечно вы понимаете это может полезно быть здесь это будет интересно там это поможет людям излечить какие-нибудь болезни к от которых мы сейчас не можем найти лекарства да в принципе для чего угодно а потом тут же вопрос задают ученому типа вот а зачем вы это делаете он отвечает том что это офигенно вот мы тут так вот и рассели благодаря еще очень хорошая вещь что мы не только сотрудники которые занимаются хранением и сохранением коллекции у нас же есть свои научные какие-то интересы и поэтому мы в них не ограничены если мы захотим возьмем другой вид не хотим возьмем другую тему ты всегда можешь сделать выбор если тебе наскучило одно но оставь это на время займись чем-то другим не хочешь этим займись там мои экскурсоводом займись дизайном волен заниматься чем хоть помоги пиарщиком подкасте поэтому всегда можно сменить род деятельности никто тебя за это не осудит ты все равно знаешь какая у тебя какой спектр твоих задач и какой спектр задач других людей хочешь даже помоги другим хочешь пуфаги в другом отделе работы всегда есть и она не воспринимается как работа которую нужно заставлять и делаться но воспринимается работа которую ты делаешь с удовольствием то есть мы не заставляем себя приходить на работу мы хотим сюда приходить это офигенно ну если посмотреть на это немножечко со стороны вот если я человек который просто хочет к этому всему приобщиться вот с чего мне начать вот если я ничего не знаю барнитологии ничего не знаю bird watching ничего не знаю о птицах но мне очень интересно посмотреть на этих современных динозавров летающих что можно посоветовать я бы посоветовала во-первых начать бороздить информационное пространство которое вокруг нас просто например смотреть наш подкаст или слушать да сейчас в интернете за и возьми любую соцсети вконтакте инстаграм фейсбук есть куча орнитологических групп куда любители орнитологии выкладывают и свои фотографии плюс есть очень много фильмов о птицах снятых не только бибиси но и другими маленькими компаниями есть очень много определителей которые есть в открытом доступе в интернете где то есть платные есть бесплатные определители то есть ты волен просто найти например даже список птиц своей области для большинства для многих для большинства наверное но для многих областей они есть вот часть например определительный вообще написали наши сотрудники поэтому ты нарисовали нарисовали ты можешь просто загуглить птица московской области тебе выдаст во первых кучу книг выдаст сайты специальные минимально ты можешь есть такой сервис как а именно куда ты можешь просто фотографировать птичку выложить специалистами и там определяют даже не россии сначала определяют специалисты что подтвердит это тоже бесплатно как она называется мы это выложим в описании к видео вы можете попробовать ну вот а вообще касаемо людей которые внезапно поняли что им интересны птицы но в любом случае на им предстоит пройти какой-то некоторый путь в котором они поймут а вот до какой степени это все это интересно может быть ему будет интересен именно бедвочинг то есть они пойдут в парк и либо с организованной экскурсии либо сами для себя посмотрит так вот это у . это мы знаем вот это какая-то странная . это мы сфотографируем и покажем специалистам вот и в результате человек неизбежно если чем-то долго занимается скорее всего обрастет некими связями некими контактами найдет в интернете специалистов с которыми будет общаться опять же можно предложить посетить наш музей у нас в музейной экспозиции представлены практически все виды птиц которые можно встретить по крайней мере в европейской части россии просто посмотреть каких они размеров в интернете по фотографиям чаще всего этого не понять так вот сразу посмотреть их форму тела окраску это нас все прекрасно сохраняется поэтому волком кстати если вы вдруг не в курсе наш музей находится по адресу большая никитская 2 самом самом центре москвы мы открыты со вторника по воскресенье вот приходите у нас недорогие экскурсии может быть вам повезет и вы даже попадете на этих специалистов который расскажет вам про птиц и других которые расскажут вам и про рептилий и про скелеты носить зал со скелетами называется как называется косный зал косный зал ну собственно вот у нас есть зал с птицами и другими лекопитающими вот у нас есть зал с беспозвоночными и рептилиями да с беспозвоночными и рыбами амфибиями рептилиями собственно тот зал в котором мы сейчас находимся кстати очень сложно бывает объяснить разницу потому что есть беспозвоночные и это одновременно и моллюски и какие-нибудь комары то есть это большая группа очень большая группа да и как это так в общем их действительно можно описать только тем что у них действительно просто нет позвоночника ну по сути хордовая или позвоночная ну так если упрощенно говорить это вот 100 групп животных которые мы тоже относимся это как правило животные крупные и соответственно имеющие хорда собственно все остальное это вот здесь и представлены начиная от крохотных радиолярий в арминифер которые видны только под микроскопом вот от различных амеб и прочих одноклеточных до но амеб мы тут не показываю это не видно немножечко они маленькие никогда но модели всяких радиолярий носу она модели да нет на наших занятиях для детей у нас бывают инфузорий гидры там всякие кстати на такие занятия можно ходить когда ты не только ребенок можно ходить всегда и взрослым да если вам интересно меня тоже флэшбеки такие с детства ешь не только птицами занимался как тут у нас рядом речка я уже протекает а рядом такой прудик был и постоянно вот маленьким как просто как магнитом туда тянуло приходишь смотришь там какая-то живность это абсолютно иной мир там начинает лягушек и заканчивая различными насекомыми водяными клопами в общем и птицы естественно вокруг поют это потрясающе вот это все этим было заниматься узнавать но в итоге пришел к птицам и принципе не жалею а ты в детстве любила животных нет то есть у тебя это позже появилось да я не любила животных у меня был волнистый попуганчик когда-то он умер трагичная такая случается со всеми волнистым с хомячками тоже особенно я жила в деревне большую часть своей жизни поэтому я была окружена всем этим она была как-то в норме не сказать что это не ловила кайф от того что тусовалась корову я бы не сказала просто биоразнообразие воспринималось чем-то обыденным потому что когда ты живешь в городе для тебя увидеть птицу необычную или увидеть рептилию или увидеть рыб кого угодно это все кажется чем таким вау а когда ты живешь в деревне ты видишь что все постоянно ты живешь на природе все она рядом с тобой полностью нашел у себя там за шиворотом клопа итальянского который цветов клуба милан хороший это известные такие клопики они имеют черно-красную окраску сидят внутри вот и это все как-то настолько кажется чем-то бытовушным поэтому она не вызывая не вызывал он никуда такого большого отклика поэтому я предпочитала сидеть дома и читать там книжки у меня в моем действии всегда вокруг были какие-то животные началось тоже попугайчиков были кошки и собаки и естественно все то что водилось нас в окрестностях дома это тоже на летний сезон временно приезжала квартиру там не лягушки квакали мне кузнечики стрекотали потом их выпускал с балкона и стрекотал весь двор надеюсь что мои соседи не очень на меня за это серчают кстати если вы сейчас прислушайтесь вы услышите сверчков если вы пойдете мимо нашего музея у нас есть сточные трубы можно подойти к ней и послушать и в большинстве из них стрекочет сверчки даже зимой да потому что это кормовые сверчки они сбегают периодически их не видно никогда но когда они есть их всегда слышно да ими мы кормим черепаху который вон там вот не черепаху черепаха у нас растительная 1 она есть морковку да эти сверчки это для насекомоядных ящериц это некоторые агамы и вот все то что у нас есть нашим нашем тик токе дорожим тик токе сидя где мы да мне кстати очень нравится как они кормят их потому что они обваливают их в кальции как знаете как в панировке и они как будто готовят такое блюдо вот этим ящерицем и они их едят недостолида да 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 слушай я тут недавно слышал историю про вымирание странствующих голубей что их было очень много и что это были какие-то невероятно гигантские стаи а потом они полностью исчезли можешь про это что-то рассказать да рассказать могу это одно из самых удивительных на самом деле антропогенных вымираний за обозримую историю по крайней мере сосуществование человека и птиц ведь как правило какой будет вид вымирает тот кого и ну изначально мало было какая-то маленькая островная популяция кто-то специалист какой-нибудь который новым какими травка умерла умер и он вместе с ним странствующий голубь это была одна из самых массовых если не самая многочисленная вообще птиц мира искал специалист да вид специалист который специализируется на каком-то вот другом элементе среды то есть жучучек который живет на определенном растении растение допустим из-за морозов или на из-за смены каких климатических поясов вымерла исчезает жучучек вот что касается странствующего голубя это была одна из самых массовых птиц мира ее количество в моменте в самые пиковые значения сейчас есть точно вспомнить несколько миллиардов особей одновременно которые жили на территории востока соединенных штатов и юга канада они гнездились в районе великих озер и после гнездового сезона разлетались в разные стороны вот от этой точки но в основном естественно на юг и в сторону континентальной части северной америки поэтому их называли странствующими зрелище это судя по всему было просто невероятно и сейчас такого представить практически невозможно как птица достаточно крупная странствующий голубь был примерно сизового голубя ведущую с длинным хвостом как эти птицы летели по многу дней пернатыми реками которые практически затмевали солнце и естественно вот такое скопление живой природы у людей тех лет ну вызывало понятное чувство что ну во первых это возможные вредители урожая во вторых они вкусные и в третьих скорее всего этот источник он не исчерпаем и этих птиц начали нещадно убивать леса в которых они гнездились вырубали и в итоге этот вид полностью исчез к сам началу двадцатого века подожди что значит реки которые текли несколько дней то есть я мог жить где-то и три дня подряд мимо меня летели птицы не закончаем и мульчак целыми днями нескончаемыми местами и сейчас ну вот мы живем здесь вот здесь и сейчас в этом моменте вокруг нас тоже постоянно какой-то пролет идет вот допустим летят через москву вальшнепа десятками сотнями тысячами единицы из них бьются стекла погибают их приносят к нам но мы этого не видим и птица ну во первых он чаще всего летит ночью во вторых она сама по себе очень незаметная а странствующие голуби были дневными птицами и не то чтобы скрытными их люди постоянно видели и не могли не заметить как вот эти летят огромные пернатые стаи с которых судя по всему как дождик идет помет когда они еще налетают на урожай естественно фермеры это не очень любили но в результате их полностью истребили последняя птица умерла в зоопарке города цен ценате в 1914 году из тех пор осталось только порядка двух наверно тысяч чучел тушек по всему миру все то что вообще осталось от целого вот этого вида а его вымирание сложно наверно сравнить чем то что мы знаем сейчас но допустим чтобы исчезла сойка это такой вид идификатор это значит что вид определяет свою среду обитания то есть сойка берет орешки семена и припрятывает их на холодный зимний сезон она же не перелетная она у нас тоже зимой должна как-то выживать и потом естественно часть а части своих запасов забывают эти запасы прорастают и на вот этом месте вырастают новые растения и в итоге взобновляется лес странствующие голуби были таким же видом идификатором они потребляли огромное количество растительной пищи они извергали себе огромное количество химических элементов которые возвращались среду и с исчезновением этого элемента естественно сейчас но так или иначе североамериканские экосистемы изменились кардинально некоторые виды которые кормились на этих голубях были вынуждены переключиться на другую добычу частности ястреба копера некоторые которые не могли никого не на кого переключиться в частности паразиты становящего голубей они исчезли вместе с ними и этот этот так называемый каскадный эффект который наблюдаются практически повсеместно где есть какое-то массовое вымирание либо просто новое вымирание отдельных значимых элементов окружающей среды я вот сижу и думаю представляете себе вот ты фермер и к тебе прилетает миллион птиц на поля и просто съедает все что там есть а ты съедаешь их потому что хорошо если они твой дом не съедят и тебя пить с ними потому что их миллион да вот ну дом конечно не съедят но урожай серьезно потрепать могут таким образом исчезли не только странствующие голуби кстати вот эту птицу мы можем видеть сейчас вот на экспозиции нашего музея у нас есть чучело да у нас есть чучело самца странствующего голубя которую ему порядка 150 лет насколько сейчас могу вспомнить вот примерно таким же образом исчез каролинский попугай птицы которая жила примерно там же но немного южнее на юге соединенных штатов и про них тоже современники писали что вот есть сад на котором собственно фермер хочет как-то прокормить свою семью получить урожай продать этот урожай и получить деньги и чтобы его дети чтобы семья жили и росли дальше прилетает огромная стая попугаев плоды еще не зрелые как бы но людям собирать их рано прилетают попугаи начинают потихоньку методично один за другим эти плоды скручивать и искать там семена ой а семена еще не зрелые в этом плоде брошу его переключить к следующему таким образом просто птицы налетали вредили наносили серьезный вред садам улетали дальше видим кормиться там где что-то уже вызрело либо на дикоросах в результате оставались раздраженные фермеры которым не оставалось ничего кроме как пойти найти птиц войной но в общем история закончилась эти в том же зоопарке города цен ценате но он несколько лет позже ну сейчас этот вид также вымер и один экземпляр каролинского попугая у нас тоже есть на экспозиции есть хороший пример чтобы люди прочувствовали кого это бывает например дрозды рябинники вот они когда передвигаются такими скоплениями перекочевывают немножечко ты сидишь у себя в огороде или в саду тебя красивая рябина красивая ирга или что еще красивая смородина крыжовник то что люди хотят как-то использовать для себя подлетают дрозды проходит час а может быть и меньше стоя там например 100 птиц всего всего 100 и они наносят такой урон они просто съедают все эти ягоды все вот ягод больше нет никогда еще они орут и гадят а это 100 птиц страшно представить что было бы от даже тысяч на стае да то есть растущие голуби это бедствие такое ну если они приземляются у тебя если ними летят ну пока но тут стоит сказать то что это был неотъемлемый элемент среды их экосистемах по крайней мере до вселения европейцев индийские аборигены как-то жили там вполне себе с ними уживались это же они их кушали радостно и выращивали свои культурные растения голуби тоже видимо носили какой-то вред но он не считался настолько серьезным чтобы идти на птиц войной но справедливости ради белые люди тоже на птиц войной не шли они просто считали их ресурсом который оказался внезапно исчерпаемым как говорится никогда такого не было и вот опять скажите а чем еще занимаются орнитологи помимо изучения птиц контролем контролем например например каким тут можно у меня есть интересный пример того как орнитологи вообще помогают обществу если вот именно прикладное что мы большинство людей может осознать вот когда ты едешь в аэропорт как ты думаешь есть там орнитолог или нет статистически если аэропорт большой возможно да особенно если учитывать как часто вы куда-то летаете во всякие экспедиции я понял о чем ты да если там ну я сразу думаю о том что птиц в аэропорте быть не должно так и есть для этого там нужно орнитолог жестоко не звучало в большинстве больших аэропортов есть орнитолог это человек который наблюдает за территорией он должен знать какие виды птиц там живут в каком количестве какие могут потенциально попасть в двигатели самолетов и он же должен контролировать как-то их численность и вообще нахождение на территории для этого есть у орнитологов которые работают в аэропорту свои тоже птицы кишники которых можно выпускать распугивать других птиц то есть там есть соколы на ставке даже если бы есть ставка да это очень увлекательно и полезно для общества а слушай а получается там птиц только коршунами ловит только-только соколами или как-то еще и хотели туда отпугивают их не то что прямо тут есть конечно методы отпугивания при помощи звука плюс можно убрать какой-нибудь кормовой объект который заинтересовал какого звука который птицам не нравится а голоса хищных птиц а я почему-то думал что там ультразвуковые глушилки какие-то что их там раздражают каким-то таким звуком поглушить птиц ультразвук в основном это такие пронзительные крики либо сапсана либо тетеревятника которые здорово отпугивают птиц которые летят допустим весной осенью на пролете они к ним не успевают привыкнуть и слышат крик хищника естественно в тревоге это место покидают ну по крайней мере в теории это работает так но на практике в любом случае к сожалению птица периодически бьются самолета изредка это приводится к трагедиям когда самолет после этого лететь не может и падает но это в лучшем случае как вот чудо на гудзоне известная история когда канадские казарки это крупные такие достаточно гуси которые северной америки массовая они столкнулись с самолетом и самолет потерял двигателя и был вынужден садиться планировать и пилот не придумал ничего лучшее как это в итоге оказалось действительно было единственное правильное решение он посадил самолет на воду и уже с воды потом с реки людей смогли спасти вот а что что касается более обычных случаев но чаще всего птица как правило после столкновения с самолетом оказывается сильно фаргментированном состоянии самолет садится на нем остаются в двигателе как правило какие-то перышки какие-то остатки мягких тканей и естественно представителям наших авиакомпаний и сотрудникам аэропортов необходимо знать что это за птица вообще чтобы если они бьют на самолет значит надо как-то этому воспрепятствовать а сделать это можно только после того как птица будет определена давида и эти маленькие крохотные остатки птиц приносит нам в частности в музей этот мы по микро и макро структуре пера то есть либо потому что можно рассмотреть микроскоп либо просто определив сложив стушкой поняв что это действительно от этой птицы перо мы определяем вид собственно даем какие-то рекомендации насчет того что вот эта птица вот вы это ваш самолет во время своего маркрута где-то и зацепил в общем интересная информация для наших слушателей и зрителей с аэрофобией да что как будьте взлетать на самолете подумайте о том что она может попасть птица кстати очень забавно очень большая забавно недавно я была по моему в домодедово стояла в зале ожидания это большое окно и видны взлетно-посадочные полосы самолет взлетают садятся и вот недалеко от здания вокзала стоит световая осветительная фонарь не знаю столб с приборами освещения которые освещают территорию и там огромная колония гох и грача который подлетает кормить там что-то сидит назад улетает это было так забавно я думаю вот это контраст птицы живут себе спокойно в техногенной среде летают свет самолеты ему нормально надеюсь там все под контролем не хотим прощаться с вами но наш подкаст наш подкаст подходит концу вот подписывайтесь на наш канал мы будем выпускать еще видео мы будем развивать тему орнитологии мы расскажем еще о других животных с другими экспертами вот и в принципе следить за нашими социальными сетями и конечно же приходить к нам музей то что здесь безумно интересно здесь безумно интересные люди которые вам с удовольствием расскажут про биоразнообразие нашей планеты и расскажут о том насколько много действительно много животных у нас живет и как интересно их изучать пока ставьте лайки подписывайтесь на наш канал делитесь с друзьями и ждите новых выпусков нашей передачи всем спасибо и пока 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 Продолжение следует...